Если вы думаете, что черный и зеленый чай растут на черном и зеленом дереве, то это не так. Весь чай делается из растения одного вида, и все то многообразие, которое мы имеем, это результат типовых операций, выстроенных в определенном порядке. То есть чай – это технология. И сегодня мы как раз об этом поговорим подробно. На чай можно смотреть на сам по себе и на часть какого-либо контекста, культурного контекста. Торгового, эстетического, употребительского, этикетного, какого угодно, дипломатического, всякого контекста. Но если смотреть на чай как на продукт сам по себе, или просто на чай сам по себе, то выяснится, что можно смотреть на него с трех точек зрения. Как на растение, как на результат обработки сырых листьев этого растения, и как на напиток, то есть на то, что получается в результате заваривания обработанных листьев того самого растения. Всякие географические, ботанические штуки – это тема отдельной лекции. То, что связано с напитком, я могу назвать вкус по сути, и этому на канале Art of T посвящено, по крайней мере, четыре моих видео. А сегодня наша тема – это именно чай как результат последовательности технологических операций. То есть что будет, если мы прогоним чай через какие-то манипуляции, через какие-то этапы? Как получается все то многообразие вкусов, ароматов и внешнего вида чая благодаря именно этапам обработки? Все операции, которыми подвергается чай в процессе производства, можно разделить на несколько классов или типов этих самых операций. Каждый из этих типов операций, или, скажем так, поделены эти операции на типы по своей функции. То есть потому, что значит эта операция, к чему она приводит, что является ее результатом или целью при обработке чайного листа. Итак, первое, чему подвергается чай после сбора – это завяливание. Завяливание – это буквально увядание, потеря чаем упругости, тургора, жесткости. Сам по себе чайный лист жесткий, его нужно размягчить. Если этого не сделать, то процессы пойдут как-то неконтролируемо, неопределенно, непредсказуемо и, в общем, не так, как нужно. То есть размягчение листа нужно для того, чтобы все процессы потом проходили более гладко, более плавно и туда, куда нужно. Следующая типовая операция – это сминание и скручивание. Сминание – это буквально сминание листа, разрушение его клеточной стенки, выдавливание сока на поверхность листа. Сок – это буквально вода с растворенными в ней чайными полифенолами. Сминание нужно для того, чтобы выдавить сок, а таким образом запустить активные процессы преобразования этих самых веществ в чайном листе. Скручивание – это, по сути, придание формы чайному листу. Бывают они самые разные, эти формы скруток. Это и игла, и бровь, и спираль, и жемчужина, и вообще много чего еще. Бывают еще плоский чай, и тогда мы говорим не о скручивании, а о формовке. То есть суть этой операции одна и та же, только во время формовки мы не скручиваем чай, а, например, расплющиваем. И получается лунзин или тайпин, хукуй, то есть чай с другой формой листа, не скрученный, так или иначе. Соответственно, сминание и скручивание – это формовка и подготовка чая к дальнейшим интенсивным преобразованиям. Эти самые активные преобразования можно объединить одним названием ферментация. Она бывает нескольких видов, нескольких типов, нескольких вариантов, но мы с вами посмотрим на три. Первый – это такой характерно улунский вариант ферментации, частичная ферментация, когда лист проходит несколько циклов встряхивания и отдыха, охлаждения. В барабане или на каком-то сите, поддоне, каким-то образом лист встряхивают действительно, его края повреждаются, сердцевинка повреждается, выделяется сок, запускаются ферментативные процессы. Если мы посмотрим на спятой лист улуна, мы увидим, что у него красная кайма, красная сердцевинка. Вот это характерный признак именно частичной ферментации. Следующий вариант – это когда после сминания и скручивания мы просто оставляем лист как есть, ничего с ним не делаем, крайне незрелищная ситуация. Так делают красный чай. То есть мы его скрутили, сок выдавили, дали доступ к кислороду, фермент полифенолоксидаза, чайные полифенолы, все вместе, значит, дают нам красный чай. И третий вариант ферментации, ее иногда называют постферментацией, но суть ее в том, что полифенолы чайного листа преобразуются под воздействием флоры, фауны, высокой температуры, повышенной влажности и, например, ограниченного доступа кислорода. Это то, что происходит с черными чаями, частично то, что происходит с габа-улунами, тоже можно сказать, что ограничение кислорода – это такая вот ферментация. То есть ферментация – это именно процесс активного преобразования. Он может выглядеть пассивно, просто лежание, может выглядеть активно, как когда-то чередование этапа встряхивания и охлаждения, как в случае с габа-улунами. Следующее, что мы должны сделать обязательно с чайным листом – это зафиксировать результат. В каком-то смысле зафиксировать иногда значит предотвратить то самое окисление или его остановить. О предотвращении речь идет, когда мы говорим про зеленый чай, когда завяленный лист подвергает воздействию высокой температуры либо паром, либо горячим воздухом, либо в котле, для того, чтобы разрушить фермент полифенолоксидаза, который полифенолы чайного листа с кислородом как-то бы соединял и, значит, соответственно, запускал всякие процессы преобразования, которые дали бы цвет, аромат и всю глубину, все разнообразие палитры. Значит, если нам нужно, чтобы этого не происходило, мы чай фиксируем до того, как мы его вообще начинаем сминать. Но если нам так не надо, после процесса ферментации мы чай сушим. Мы либо его просто буквально сушим в печке, либо, например, можем пропекать его над углями, что свойственно, характерно для улунов. Буквально это выглядит так в бетонном полу выемка, куда кладутся раскаленные угли, сверху насыпается довольно толстый слой пепла, который не будет пропускать ни дым, ни запах, ничего, кроме жара. Сверху ставится корзина с чаем и таким образом прогревает, как следует всю эту толщу чая, и корзины эти меняются. Это могут быть однократный прогрев, двукратный прогрев, в общем, всякие разные варианты. Кроме того, сушка может быть, назовем ее естественной. Если мы говорим про то, что чай после ферментации просто вынесли на солнышко, чтобы дать ему высохнуть, то это такая вот мягкая, свободная фиксация, естественная, уже не под действием какой-то конкретно высокой температуры, но под действием просто солнечных лучей, какого-то естественного тепла. Соответственно, это может быть по-разному, разная длительность, разная интенсивность, разное количество цикла повторения. Все это виды фиксации, которые выполняют две, на самом деле, функции. То есть кроме остановки каких-то процессов, они еще и формируют вкус, что, например, особенно заметно для улунов и для некоторых красных чаев. Именно эта стадия будет определять профиль характерный чайный. Следующее, что происходит с чаем, это сортировка. Это может быть ручная сортировка, буквально вынимание черенков, нескрученных листиков, каких-то, не знаю, в конце концов, посторонних предметов, чего угодно. Может быть не ручная, может быть любая машинная сортировка, сортировка на ситах с помощью света, когда оптические датчики вычисляют то, что нужно и то, что не нужно, и то, что не нужно, отсеивают. А то, что нужно, тоже рассеивают так, как нужно. Следующая группа тоже типовых процессов, по сути, это пропаривание и прессовка. Пропаривание – это буквально увлажнение с помощью пара уже высушенного чайного листа, для того, чтобы он стал, опять же, более пластичным, более клейким, чтобы его спрессовать, и он при этом не поломался, после чего чай снова сушит. Это характерная для черных чаев операция очень, в том числе белый чай, красный чай в Юнане, и не только в Юнане, так тоже делают. Те типовые операции, которые я обозначила, обрисовала, они претендуют на всю полноту описания тех процессов, которые происходят с чаем, но дают нам такое структурное понимание, каким образом чай превращается из, собственно, сырого листа в уже какой-то готовый к завариванию напиток, к употреблению. В отличие от той самой шестицветной классификации, которая опирается на процент преобразованных чайных полифенолов, окислившихся, я использую для описания технологий не совсем тот порядок и не совсем ту логику, которую вот только что назвала цифровую, потому что цифры надо как-то держать в уме, их надо с чем-то соотносить. Лично мне больше понятно вот такое функциональное структурирование и, соответственно, запомнить последовательность по сложности, по глубине, в том числе преобразований тоже. В общем, мы сейчас с вами попробуем, вернее, я попробую вам это тоже передать. Единственное, что мы пропустим, это желтый чай. Если в шестицветной китайской классификации шесть чаев, то белый, желтый, зеленый, красный, улун и черный чай, пуэра в частности, то я расскажу про пять, про желтый не расскажу. Для этого можно записать отдельное видео на канале Art of Tea. Короче говоря, про желтый чай я не расскажу, и так и задумано. Итак, первый вид чая, который мы с вами рассмотрим, это белый чай. Ровно потому, что он включает в себя, по сути, всего три операции. Это сбор, завяливание и сушка. Завяливание происходит либо в теньке, либо на солнышке, на ситах. Чай просто лежит, с ним ничего не происходит. Потом его заносят в помещение и досушивают, сушат уже так, чтобы получился белый чай. То есть особенностью белого чая является не просто самая короткая технология, но и, скажем так, технологически самая простая, назовем это так. То есть, по сути, результатом является чистый вкус растения. То есть, как говорил Денис Шумаков, в пасмурный день чайный лист опал, сам завярился, засох, вот получился белый чай. Такой чайный гербарий. Поскольку разные технологические процессы обуславливают вкус, то я два слова скажу и о вкусе. В общих чертах можно сказать, что белый чай имеет довольно нежный, сладкий вкус. В зависимости от региона он бывает более такой свежий, например, какой-нибудь огуречный, шпинатный или что-то такое. Либо, например, наоборот, более фруктовый, более плотный, ванильный какой-нибудь. Когда я говорю про огурец, я имею в виду баймудань. Когда я говорю, привожу в пример какие-то фруктовые или ванильные ноты, или пряные, я имею в виду йоэгуанбай. Это такая уже и географическая, и ботаническая особенность. Но вкус белого чая максимально приближен ко вкусу куста, как он есть. Следующее – это зеленый чай. Зеленый чай проходит чуть более сложную процедуру обработки и включает в себя, кроме сбора и завяливания, фиксацию после завяливания, то есть предотвращение всяких ферментативных процессов, активных, после чего его скручивают, придают ему форму, а иногда одновременно, иногда неодновременно. Вариантов много, да, после чего его сушат. Сушка может быть совмещена с формовкой, да, то есть могут скрутить и придать таким образом форму, а потом высушить, либо на этапе сушки формовать. Тоже такие варианты вполне доступны. И вот, собственно, ключевая стадия, ключевой этап для производства зеленого чая – это как раз… Хотя тут все такое важное, но одна из ключевых стадий, да, то, что сделает потом зеленый чай зеленым чаем, да, это фиксация паром, теплым воздухом или в котле, после чего чайный лист сминается, да, чайный сок выступает на поверхность и после этого его сразу сушат, да, то есть у нас получается такой чайный зеленый горошек, такой консервированный свежий лист, да, то есть это уже не просто вкус чайного растения, а вкус как бы свежего чайного растения, таким образом сохраненный, ну или как будто бы сохраненный. Вкус зеленого чая, кроме того, что мы предполагаем, что это какая-то законсервированная свежесть, да, тем не менее, может быть в двух, ну, имеет такие две основные линии, да. Первый – это вкус естества, то есть непосредственно вкус растения, да, это вкус тех чаев, которые подвергаются не очень сильному сминанию, да, и не очень сильному прогреву. Например, дунь-тин, белочунь, просто белочунь или какой-нибудь, не знаю, там, мау-фэн юнанский, тоже вполне себе вкус естества там присутствует. И вкус мастерства или вкус технологии, да, это, как правило, вкус прогрева. И для лунзына, как первого, что приходит в голову, да, мы можем сказать, что там есть такие печеные, каштановые, халвичные ноты, то есть все, что связано уже с все-таки преобразованием каких-то веществ, да, это будет вкус прогрева, вкус технологии в большей степени. Еще есть вариант, когда мы можем почувствовать вкус пропаренный, да, если вы пробовали зеленый чай японский, если вы пробовали японский зеленый чай, то обращали внимание, что он более маслянистый, но на самом деле не только японский, но и китайский какой-нибудь хубейский чай, который пропаривают, да, то есть фиксируют паром, он приобретает тоже большую маслянистость, большую сладость, да, он менее всегда горький, менее терпкий, прям заметно. То есть тоже можно отметить это во вкусе. Но генерально зеленый чай обладает свежим, сочным, таким травянистым, цветочным вкусом, да, с разными вариантами оттенков уже каких-то ореховых, да, то есть в сторону прогрева ореховых, карамельных или еще каких-то, либо таких характерно свежих пряных трав или чего-то в этом роде. Но иногда бывают и всякие горошки тоже свежие, вот джуицин, это прям реально вкус горошка молодого. В общем, там тоже есть где разгуляться. Следующее – это красный чай. Красный чай после сбора и завяливания, как раз того самого иногда с воздухом, да, с вот этим продувом, прогревом, если речь идет о массовом производстве, то есть индийском там или ланкийском. Значит, этот чай сминают, скручивают, да, выпускают из него всю душу, весь сок и оставляют ферментироваться. Просто оставляют. На ситах, поддонах, как-то, не знаю, в корзинке накрыв тряпочкой, иногда просто на пол насыпают, тряпочкой тоже накрывают, в общем, ну, не знаю, чтобы ему спалось спокойнее. В общем, короче говоря, ферментация происходит. После чего ферментацию нужно остановить, да, то есть чай фиксируют, сушат, и это может быть тоже в зависимости от региона и технологии, быть разным способом, да. Такой самый, наверное, древний способ, естественно, это сушка на солнце, то есть просто вынести чаек на солнце, дать ему высохнуть. Да, следующий по сложности, по развитию технологическому, да, это уже какая-то сушка в печке, в, не знаю, конвейерная какая-нибудь сушка, ну, любая, да, которая предполагается именно самой линии производственной. Если это руками, да, то это действительно какой-то шкаф сушильный. Если это большой, не знаю, кенийский конвейер, то это такая, транспортер такой, да. Вкус красного чая во многом зависит от как раз вот этой финальной стадии сушки, прогрева, да. Если сушка интенсивная при высокой температуре, да, и, например, двукратная, то в чае будут преобладать карамельные ноты, да, какие-то хлебные оттенки, ягодные, может быть, что-то такое. Кроме самого вот этого вкуса ферментации, то есть такого ощущения глубокой, приятной фруктовой терпкости. Да, если речь идет о чаях, высушенных на солнце, шайхунах, особенно сделанных из крупнолистных, там, каких-нибудь диких растений, больших, да, то там вкус во многом будет обусловлен уже самим растением, но, тем не менее, сушка на солнце делает вкус чая как раз более таким сухим, ягодным, травянистым, более сдержанным, успокоенным и менее сладким. Хотя там тоже очень сильно зависит именно от сорта растения. Но в целом красный чай, наверное, труднее описывать по вкусу, потому что он слишком знаком, а слишком знакомые тоже иногда бывает трудно описать. С улунами все еще интереснее, да, у них еще дольше производственный процесс, содержащий более сложные операции, ну или, скажем так, больше их количества, чем красный чай, и это следующее. После сбора и завяливания чай отправляется на так называемую выделку зелени, то есть если буквально переводить с китайского названия этого этапа, то это выделка зелени. Но это то, о чем мы с вами говорили, частичная ферментация или частичное окисление. Чай встряхивают, охлаждают, встряхивают, охлаждают. Таким образом эти циклы повторяются, да, и формируют ту самую глубину и сложность аромата и вкуса улунов. То есть они призваны именно как бы усложнить чайному листу жизнь, чтобы тот отдал потом все, что может. После чего его фиксируют, да, прогревают, останавливают все эти процессы, затем скручивают, придают уже форму. И если говорить про скручивание, то вот есть как раз региональные особенности. Если мы говорим про север Фудзиани и Гуандун, то это продольная скрутка, это просто скрутка в роллере, да, и чай будет похож на либо такие смятые полоски бумаги, либо на морских коньков иногда бывает похож, да, ну на что-то такое, в общем, на веточку такую красивую. Если мы говорим про тайваньский стиль и южнофудзианский, то прежде чем положить чай в роллер, его положат в мешок, в тряпичный, да, и будут скручивать уже в нем. И тогда получится у нас не вытянутая форма, а такая стремящаяся к шарообразной, да, от запятой такой довольно расхристанной, да, расслабленной, до вполне себе тукой такой жемчужины зерна, такого очень плотного, да, в котором даже и незаметно потом при заваривании развернется вот такой побег с четырьмя листьями. Значит, следующее, что происходит с улунами после скручивания, их еще разок прогревают, да, потом сортируют, как ни странно, вот здесь вот могут отрывать либо почку, либо черенок, либо что-нибудь еще, уж не знаю, как в случае с большим механизированным производством, но если брать ручное, то здесь действительно выбирают всякие нескрученные листья, не проферментировавшиеся, в общем, всякое ненужное из чая вынимают. И после этого происходит ключевая стадия для производства улунов, это пропекание, да, это однократное, двукратное, там, или какое угодно, в зависимости от того, делаем ли мы улун свежим, чтобы продать его сейчас, да, или планируем его как-то выдерживать, и аж на три года его там куда-нибудь положим, будем время от времени прогревать. Прогревание, соответственно, это пропекание, может быть, как я уже говорила, да, это та самая сушка, фиксация над углями, над жаром углей, когда буквально в бетонном полу в отверстие закладываются угли, горячие раскаленные угли, сверху кладется толстый слой пепла для того, чтобы удерживать дым, да, и все, что, все, кроме жара, да, сверху ставится корзина с чаем, таким образом происходит прогревание. Ну, либо это действительно какой-то сушильный шкаф, там всякого разного рода. Кроме выделки зелени, да, кроме ферментации, именно в случае с улунов прогрев, пропекание – это такая же важная для формирования вкуса и всего многообразия, да, всей палитры вкуса улунов стадия, да, то есть существует улуны легкого прогрева, среднего прогрева, глубокого прогрева, все это дает ту самую разнообразную, богатую палитру. От каких-то свежих, цветочных, таких медовых, фруктовых, да, сливочные, карамельные, более такие плотные, насыщенные, да, и, соответственно, уже потом какие-то ореховые, ягодные, табачные, древесные и, в конце концов, какие-то угольные, да, то есть все это будет результатом не только ферментации, но и прогрева. Если, кстати, говорить о том, в чем разница в формировании вкуса с помощью ферментации и с помощью прогрева, то тут можно сказать, что ферментация – это что-то про фруктовые и цветочные вкусы, про формирование всей сложности, да, тогда как прогрев – это формирование сладких нот, то есть как раз реакция карамелизации, да, то есть это сладость, это печенность буквально, да, как мы ее ощущаем, и уже вот такая, градиент в сторону угольности, да, прогрева уже такого прям, прожарки, пригорания практически. Вот, значит, это такие довольно два принципиально разных процесса. И, собственно, хэй-ча – черный чай. Да, наиболее ярким представителем черных чаев является пуэра, и в частности шу-пуэра, они проходят очень глубокий процесс преобразований, шэн-пуэра в гораздо меньшей степени, но пуэрами не ограничивается вся эта группа, поэтому посмотрим на, опять же, целиком на весь процесс. После сбора и завяливания происходит фиксация, и, как правило, если мы говорим про юнань, то это фиксация в котле, да, если видели и на канале Art of Tea, и вообще видео о том, как делать чай в юнане, в котле все это прогревается, значит, фиксируется. После чего чай отправляется на скручивание, да, ему придают форму, сминают, да, но не дают запускаться, да, тем самым процессом ферментации. После чего сушат и сортируют. И вот после сушки и сортировки получается так называемый, так называемый, заготовка, чай-сырец, да, которая уже, если она будет пропарена, спрессована и высушена, получится шэн-пуэр, если мы следуем букве государственного стандарта. Если этот мао-ча мы отправим, значит, в большущие кучи сложим, польем водой, накроем брезентом, тряпочкой, целлофаном и оставим на какое-то время, да, где флора, фауна, повышенная температура и влажность будут, значит, что-то делать с полифенолами в чайном листе, а потом высушим это, то у нас получится шу-пуэр, который тоже можно пропарить и спрессовать. Если мы говорим про неюнаньские чаи чёрные, это любао, люаньевые корзинки, всякие чаджуани, не знаю, что там ещё, цанлянбины, ну, в общем, море всяких вариантов, то там, по сути, процесс приблизительно такой же, да, он отличается в нюансах, и, как правило, в нюансах, касающихся именно вот этих ферментативных процессов, то есть какой-то чай могут, значит, зафиксировать, скрутить, но не плотно спрессовать или положить в корзинке, не знаю, там, выставить на ночь на улицу, или просто положить на склад, где будут в определённых температурно-влажностных условиях, да, явно протекать какие-то процессы с участием каких-нибудь грибов, которые потом дадут вот этот самый золотой налёт, золотые цветы, да, или без них. То есть вообще, по сути, для хай-ча неюнаньских это можно назвать не просто ферментацией, да, или там какой-то постферментацией, это ещё и процесс выдержки, процесс созревания, потому что очень часто производство хай-ча неюнаньских заканчивается вовсе не, ну, как бы, не пропариванием и репрессовкой, да, или не сушкой, а на самом деле вот этим длительным процессом выдержки, ну, или каким-то процессом выдержки, длительной или не очень, во время которой будет ещё как-то трансформироваться, преобразовываться, изменяться вкус. Вот так примерно выглядят пять видов чая, да, белый, зелёный, красный, улуны и чёрные чаи. С точки зрения технологической, с точки зрения последовательности операций, да, я не, как я уже говорила, не беру в расчёт вот эту степень окисления или что-то ещё, мне хотелось показать здесь именно как одни и те же типовые операции, расставленные в определённом порядке, да, и проходящие в определённых условиях, со всякими нюансами, дают то невероятное разнообразие внешнего вида, вкуса, аромата чая, который так все мы любим и который, безусловно, ценен. Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова